В центре столицы Кузбасса второй день подряд прохожих удивляет новый кемеровчанин. Зверь южной породы облюбовал улицу самым теплым названием – весеннее. Яркое и веселое животное отпустил пастись по снегу оператор связи Гудлайн. И он же объявил фотоохоту на большого слона. Условия конкурса просты. Сегодня и завтра, а также в четверг, пятницу и субботу будущей недели нужно поймать слона на мушку объектива, сфотографироваться с ним, выложить в интернет и призвать своих родственников, друзей и знакомых проголосовать за снимки. Итоги будут подведены 26 ноября. Победителя ждет ценный приз. На самом деле это очень хорошая идея, которая не просто хорошая идея, как ее называют, а эта идея связана с тем, что город даже зимой может стать добрее, светлее и по-настоящему, настоящим теплым, светлым, красивым городом, каким Кемерово в принципе уже и считается. Настоящее искусство вдохновляет и лечит. В Кемерове прошел единственный концерт народной артистки СССР Елены Образцовой. Царица русской и мировой оперы приняла участие в благотворительной акции «Кузбасс. Территория добра». Вместе с более чем 700 зрителей на целебном музыкальном сеансе побывала и наша съемочная группа. «А вы, Мария» — это песня молитвы обязательно должна была прозвучать. Перед началом благотворительного концерта Елена Образцова призналась, что с особой тщательностью подошла к отбору репертуара, готовясь к выступлению в Кемерове. Она без сомнений сразу же приняла решение приехать в Сибирь для участия в уникальном проекте «Кузбасс. Территория добра». Десять семей из рук великой певицы и губернатора области получили в этот вечер сертификаты на дорогостоящие лечения. И среди них семья Тюменцевых из промышленовского района. Маленький Никита оказался большим любителем театра. «Это для нас большой сюрприз, что будут выступать такие артисты, что нас привели сюда. Для ребенка, я тоже думаю, это будут положительные эмоции. Мы первый раз находимся здесь». «Там интересно, всякие загадки, интересные приключения бывают, рассказывают там. Вот артисты поют всегда, особенно мне нравится». За год в рамках акции собрано 57 миллионов рублей на лечение детей. Цифра уникальная. Но гораздо важнее то, что 483 кузбасских ребенка уже получили медицинскую помощь. Каждый человек, который пришел на концерт Елены Образцовой – благотворитель. Цена билетов приличная – от одной до трех тысяч рублей. Но когда речь идет о спасении детских жизней, никто о цифрах не думает. «Такая вот удача. Захотелось посмотреть на Елену Образцову в живом виде. Великолепный голос, лучший кармен в мире. Все очень нравится. И тем более деньги, как я слышала, пойдут на благотворительность. Это тем более делает нам честь, что мы сюда приехали и купили билет». Высокое искусство оказывает не меньшее терапевтическое воздействие, чем дорогостоящее лечение. Целебна сама атмосфера добра и любви, которая царила во время концерта Елены Образцовой в музыкальном театре Кузбасса. «Так трогательно все невозможно просто. Дай Бог, чтобы все люди не забывали это, чтобы это было не единожды, а чтобы это было все время. Мне кажется, что мы созданы для того, чтобы нести друг другу добро. Если бы мы это делали каждый день, то было бы очень хорошо на земле жить». Делать мир добрее и лучше Елену Васильевну обязывает ее фамилия – Образцова. Образ, образец, идеал. Титулов, наград и званий у народной артистки Советского Союза множество. Теперь к ним добавился и орден «Ключ дружбы». Высшая награда Кемеровской области. Но главное – поистине всенародная любовь в публике. За талант и отзывчивое сердце. Татьяна Савельева, Людмила Казаченко, Сергей Юрин. Новости моего города. К новостям спорта. После Европейского хоккейного чемпионата в Южной столице возобновились игры континентальной хоккейной лиги. Новокузнецкий «Металлург» на своем льду принимал Хабаровский Амур. Подробности встречи у Дениса Новохадского. Почти три недели новокузнечане не видели игр континентальной хоккейной лиги. На матч с Амуром пришли посмотреть почти 6 тысяч человек. Однако с самого начала матч выдался скучным. Первые два периода команды играли на равных. Атаки успеха не приносили. И даже удаление не помогали открыть счет. Голкиперы Алексей Мурыгин и Александр Лазушин каждый раз оказывались в нужное время в нужном месте. Основное ледовое шоу началось в третьей 20 минутке. Через 40 секунд после свистка форвард «Металлурга» и игрок второй национальной сборной Дмитрий Когарлицкий с острого угла забросил шайбу в ворота Амура. Уже через 5 минут он же отметился результативной передачей. Дмитрий Мегалинский увеличил отрыв, мощно щелкнув от синей линии. И казалось бы, что пора усесться в обороне, но Алексей Ефимов окончательно загнал Амур за тучи и сделал счет 3-0 в пользу «Металлурга». Хабаровчане бросились отыгрываться и уже за минуту до финальной сирены сократили отставание до одной шайбы. Но все попытки сравнять счет были тщетными. Не помогла даже замена вратаря на шестого полевого. Даже наоборот. Итог. Четвертая победа подряд у «Металлурга» на радость соскучившимся по играм болельщикам. Которые, кстати, зная об ужасном финансовом состоянии команды, собрали уже более 160 тысяч рублей. Спасибо им огромное. Мы очень благодарны им, что они проявляют такую инициативу. То, что мы им не безразличны. Это показывает, что мы правильно делаем свое дело. А им просто огромное спасибо. Жалко, что у вас с финансированием проблемы. И что болельщикам приходится. Просто такого не должно быть. Тренеры команд о финансовых вопросах не говорили. Обсуждали только игровые моменты. Первый период мы начали очень хорошо. Команда показала ту игру, которую я хотел видеть постоянно. Второй период провели, к сожалению, уже не на таком уровне. И я не знаю, что произошло в третьем периоде, но на площадке были видны только игроки «Металлурга». Своих игроков я не видел. Следующую игру «Металлург» проведет на выезде в Новосибирске с местной Сибирью. А уже 21 ноября «Амур» попытается взять реванш у Столиваров на Хабаровском льду. Денис Новохадский, Александр Архипенко. Новости моего города. Ветераны спорта преуспели в британской народной игре. Уже несколько лет подряд в рамках традиционной спартакиады районов и отраслевых советов проходит соревнование по дартсу. Более 200 участников состязаются в лично командном зачете. За пять бросков каждому из спортсменов необходимо набрать как можно больше очков. Для этого нужно попасть в яблочко. Дарт – самый молодой вид спорта среди всех представленных на спартакиаде. Поэтому во время соревнований ветераны думают не только о технике исполнения бросков. Потому что еще немножко волнение. Вот это волнение, потому что многие бросают очень хорошо свой район даже, вот Ленинский. А вот это вот ждешь когда и все это, и получается, что вот перенервничал и не попадаешь. А так сосредоточишься, выдохнешь и все хорошо тогда. Волейболисты Кемеровского Кузбасса усиленно готовятся к очередному домашнему матчу. Завтра команде Дениса Матусевича предстоит сыграть с одним из самых титуловных клубов Суперлиги – Белогорье. В составе гостей на площадку спортивного комплекса «Арена» выйдут четыре олимпийских чемпиона Лондона. В турнирной таблице команды располагаются по соседству. Кузбасс занимает пятую строчку, Белогорье – шестую. Телеканал «Мой город» покажет этот матч в прямом эфире завтра в 16.00. Настраиваемся, готовимся. Готовимся, можно сказать, уже сразу начали готовиться после игры с факелом. Потому что знали, что предстоит очень тяжелая игра. Четыре игрока национальной сборной России, два игрока национальной сборной Германии. Поэтому это очень серьезная команда. Со всей серьезностью подходим к этой игре. На этом у меня все. Если вам есть что добавить, оставляйте свои комментарии на сайте телеканала. Там же теперь смотрите «Мой город» онлайн. Если у вас есть доступ к интернету, это возможно и за пределами Кузбасса. Не забывайте подписываться на новости ВКонтакте, Фейсбук и Твиттер, чтобы постоянно быть в курсе событий. Однако на этом новости с вами не прощаются. Прямо сейчас Георгий Демин со своей постоянной рубрикой «Тем временем». А после нее еще немного полезной информации и бюджетное послание губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Тем временем интернет вспомнил о сестрах Росс, поражающих Бродвей и послевоенный Лондон своими талантами. Этот фильм «Ритмы Бродвея», где девушки поют, танцуют и проявляют чудеса акробатики, был поставлен и снят в далеком 44-м году на Бродвее. Но и сейчас, спустя почти 70 лет, сытный картофельный салат, так называется номер сестер, выглядит завораживающе. Аналогов на современной эстраде попросту не существует. Сестры Эгги, Мэгги и Эльмира появились на свет в западном Техасе в семье Карла Адольфа и веды Карделии Росс. Заниматься акробатикой, пением и танцами начали в раннем детстве. Бытует и мнение, что их особенная гибкость врожденного характера. Вскоре после съемок «Ритмов Бродвея» сестры переехали в Европу, где собирали аншлаги в Пикадилли Гайрайт. Послевоенный Лондон рукоплескал талантом Росс с 1946 по 1948 год. Их авторству принадлежит также песня на пять минут больше, перепетая позже легендарным Фрэнком Синатрой. Хотя костюмы, макияж и прически вызывают у некоторых улыбки, обсуждающие едино в одном. Мастерство девушек безмерно впечатляет. Сейчас таких талантов не сыскать, а чтобы повторить трюк с яблоком, некоторые собираются серьезно потренироваться. О том, что это тихое, красивое местечко уникально, не слышал только ленивый. Лесная поляна – один из первых российских проектов массовой малоэтажной застройки, привлекает все больше кемеровчан. Город-спутник стремительно растет и развивается. Жить в нем не только комфортно, но и престижно. Сегодня спрос на жилье в лесной поляне так высок, что порой купить здесь квартиру проблематично. Разбирают в первую же пару месяцев после начала продаж. А там, где есть повышенный спрос, всегда будут те, кто хочет на нем заработать. Сегодня на рынке жилья много посредников-аферистов. И чтобы быть уверенным в том, что вас точно не обманут, приобретать квартиру лучше всего у застройщика, где вам гарантируют прозрачную сделку. Почему мы и создали центр продаж? Во-первых, для того, чтобы самим контролировать процесс продажи и исключать вот эти спекулятивные, так скажем, моменты в сфере продаж. Во-вторых, для того, чтобы понимать, что нужно нашим клиентам. У нас есть свои демонстрационные квартиры, у нас есть свой квалифицированный персонал, мы собираем, обрабатываем данные. Мы понимаем, что нужно строить, в какие сроки это нужно строить. То есть предоставляем тот продукт, который уже, так скажем, будет заведомо интересен нашим клиентам. Центр продаж расположен прямо в лесной поляне. Это шаг навстречу покупателям жилья. Тут все расскажут и покажут. На окружной 28 расположены демонстрационные квартиры, уже с отделкой. В центре продаж созданы все необходимые условия, разработаны рекламно-информационные материалы, есть все карты и схемы территории города-спутника. Таким образом, клиент может получить полную информацию о развитии района, а также объект для покупки на любом этапе строительства. Человек, вот приходя, допустим, к нам, он понимает, что он получает стопроцентную юридическую чистоту сделки, так как промстрой является одновременно и застройщиком, и продавцом. В центре продаж лесной поляны всегда есть масса вариантов жилья. От однокомнатной квартиры до коттеджа. Ведь возведение города-спутника идет полным ходом, и выгоднее всего приобретать жилье на нулевой стадии строительства. Цена в этом случае будет минимальной. Центр продаж работает ежедневно, без обеда и выходных, с 10 часов утра до полвосьмого вечера. Также информацию о приобретении жилья можно посмотреть на сайте kps42.ru.